Доброе утро всем. Вот такое вот у нас туманное утро сегодня. Даже смотрите, выпал снежок за ночь. Пришла уже тут на кухню готовить завтрак. Блин, такая погода сонная. Больше всего, что меня бесит, когда ты встаешь, практически темно, да, пасмурно. И буквально через пару часов уже вообще темно. Нужно везде свет включать. В общем, как-то, не знаю. Ужасно. А еще у меня сбился график. Сбился мой режим. У меня перемешался день с ночью. Я не могу нормально спать и засыпать. Не знаю, что происходит. Вчера хотела лечь пораньше. Легла, наверное, часов 11. Потом еще кое-что там посмотрела. Думала, ну, засну там к 12. Начала первым. Нет. Я качалась и не могла заснуть в 2 часа ночи. Начала третьего. Я не знаю, во сколько я заснула. Наверное, начало третьего. Может быть, ближе к 3. Я только заснула. Вообще, какие-то мысли, куча каких-то идей. Что-то в голове там в себе что-то думается, мечтается. В общем, вообще, вроде бы хочу заснуть, тут думаю про это. И в голове как будто бы какие-то звуки. Не знаю. Ужасно столько мыслей. Так, смотрите, что я делаю. У меня такой черный-черный хлеб. Чиобата. Буду делать себе завтрак. Блин, он такой прикольный. Угольно-угольно-черный. Пахнет как обычный. И есть у меня такая уже черная икра. Да. Хочу попробовать. Сделаю себе пару патербродиков с укрой, наверное, и с колбаской. Я вот не знаю, как перестроиться. Как вообще уйти с этого режима. У меня, наверное, включился такой зимний режим. Потому что темно, не солнечно, погоды нет. Не знаю. И спиться долго, и ложиться поздно. Я не знаю, как от этого уйти, как от этого отказаться, как себя перестроить. У меня пока не получается. Рано вот ложусь, и сегодня могу заснуть. Ложусь как-то поздно. У меня такое ощущение, что накопилась усталость. Я целый день прохожу, потом как будто бы, не знаю, как будто бы сутки не спала или поспала там буквально часик. Как-то накапливается. Все прям вот на полу ударит. Не знаю, что делать. И так какая-то. Хочется пораньше ложиться, пораньше вставать, но у меня как-то не получается. Я вообще по своей натуре, сова, люблю долго поспать. Люблю похоже ложиться. Я вот сколько себя помню, когда училась, то я вставала рано, но потом я приезжала, и мне нужно было обязательно поспать днем. Потому что я, наверное, вставала в 5 утра, и мне нужно было ехать на учебу. Это было далеко. У нас еще тогда в Малиновке не было метро. Мне нужно было добираться, то есть, до такой туры. Вот. И там ехать до метро, до конечного гуча, потом еще подъезжать. Либо нужно было ехать на маршрутке. Вот. Но все равно это было очень долго, потому что занятия, по-моему, были к 8. Вот. И мне, наверное, нужно было полтора часа на дорогу, насколько я сейчас помню. Я вот вставала, может, без 15, без 10, 5, ну там, чтобы помыться, позавтракать спокойно. Поехать. Это было ужасно. А ложиться рано я не могла, там, в 8-9, да, чтобы нормально посыпаться. Поэтому я потом, помню, приезжала после занятий, и час какой-то, полтора дремала. Потом у меня как-то силы появлялись, потому что, в общем, не знаю, не могу я так, не могу так рано вставать. Это точно не мое. И поспать, в принципе, я тоже люблю. То есть я такой, в общем, ночной человек больше. Мне кажется, что так проще, так лучше. Больше можно всего успеть увидеть. Хотя, с другой стороны, если я думаю, раньше вставать можно намного больше успеть. Ну, вот как-то, не знаю, не получается. Вот научите, как у вас это получается. Я все время удивляюсь своего папу, как он так рано встает без будильника, ему и не спится в 7, в 6, в 8. И ему вообще отлично. Так, у меня здесь чаек. Ставлю себе зеленый, ты свой любимый, как всегда. Я пока встаю туда-сюда, время проходит, и уже нормальных людей обед. А у меня только завтра. Ну, ладно. Так вот и получается. Класс. Мой любимый молочный зеленый. Обожаю просто. Мой лакшери завтрак. Бутербродики с колбасой и с икрой. У-ля-ля. И здесь творожок. И чаек. В общем, завтракаю я обычно за просмотром чего-нибудь, не знаю, сериальчик какого-то, фильма какого-то у себя в комнате. Поэтому здесь нету какого-то вылизанного прям лакшери постановочного завтрака, где все украшено. Цветочки, свечи. Все-таки какие-то прибамбасики с салфеточкой, нет, такого нет. Обычный простой завтрак. Я уверена, что большинство так же и завтракает. Поэтому мне вам показать чего-то прям такого красивого, идеального нет, потому что его на самом деле нет. Чаще всего я завтракаю быстрее и раньше, потому что просыпаюсь пораньше. Юра завтракает, например, чаем тоже у себя. Поэтому вот, пошла и наслаждаться своим суперским завтраком. Сделала себе маску. Вот такая вот я сейчас красотка. Минут 10 выхожу. Все буду смывать. Хочу пойти в душ, но у нас здесь вот такая вот беда. Как-то, знаете, как говорят, слова услышаны. Давно Юрия говорила, что нам нужно это все переклеить, потому что уже какая-то плесень-то черная пошла на лед. В общем, и как ни возьмись, у нас начала подтекать ванна. Не знаю, как я сейчас буду мыться. Не хочется никого затопить. В общем, потекает где-то здесь. Вот тут уже все. И где-то с этой стороны тут тоже уже отклеилось. Так как у нас ванна акриловая, она такая очень подвижная, ты становишься сюда, она там звуки издает, да. То есть она такая вот легкая. То есть, ну, это как плотный пластик, можно так сказать. И так как она у нас не зафиксирована, так как здесь просто вот стена, нету плитки и просто вот наклеен этот бордюр, да. А под бордюром мы заклеивали пеной, чтобы она не была такой подвижной. А то со временем все равно тут как бы попадает вода, оно все мочится, размокает и уже вот начало подтекать тут и тут. Ну и плюс я хотела вот это вот все почистить, убрать, потому что смотрится, ну, это ужасно. Ни одно средство это не убирает. То есть это со временем от влаги появляется. Вот этот вот черная плесень, грибок, не знаю. Во-первых, это плохо. А во-вторых, это смотрится просто ужасно. Вот где вода в основном, там и все чернеет. Поэтому вот, как говорится, настал тот момент, настал тот период. Там вот все обычно мокрое. У меня тут швабра сразу стоит, если что, чтобы можно было подтирать. Не знаю, как там будем делать сегодня или не сегодня, да и тут ли у Юры руки. Вот крышку эту сняли, она сейчас тут у нас стоит в коридоре. Ждет своей участи, потому что это нужно заклеить ванну, чтобы она была сухая. Во-первых, помыться, чтобы она была сухая, подсушить, заклеить. И где-то желательно сутки-полтора к ней вообще не притрагиваться, не мыться. Чтобы все успело высохнуть, схватиться. Так как я сейчас пойду мыться и, в общем, постоянно нужно мыться. Не знаю, как тут у нас все пройдет сегодня. Ну, надеюсь, что сегодня Юра закончит это дело, начнет и закончит. Потому что хочется как-то уже, знаете, нормально мыться и не бояться. То есть, мало ли, блин, придется соседям ремонт оплачивать. В общем, это ужасно. Такой вот минус этих ванн. Если бы была ванна чугунная, она бы стояла плотно к стенке. И как бы было бы все хорошо. То есть, вот этот вот бортик и все. Так как она акриловая, пластиковая, да. То есть, она такая, в общем, подвижная. Подвижная и, в общем, плохо фиксируется. Не знаю, вот если, например, делать ремонт, то, может быть, когда будет плитка сверху, вот это все заклеено, будет, в принципе, нормально. Но вот как вот сейчас, вот как вот заводское, да. Вот это вот прям так, как нам сдавалась квартира. Точно так же вот это и сейчас есть. То как-то это, в общем, ужасно. Некомфортно, ужасно. Где-то мы года, наверное, полтора назад переклеивали это все. И я вот Юре говорю, блин, надо нам поменять. Уже такое все черное, некрасивое. Как-то смотрится ужасно. И тут на бац себе начинают уже ванна подтекать. В общем, хватило нам где-то на года два. Может, на два с половиной. Ну, вот как раз пришел черед. Смотрите, как у нас тут уже темно. Я сижу со светом, потому что без света просто капец. Маска такая, блин, пощипывает лицо. Не могу. Может быть, это так и нормально, чтобы было. Но как-то не очень комфортно мне. Люблю, когда нанес и спокойно. Тут прям так покалывает, покалывает. В общем, ладно, сейчас 10 минут пройдет. Пойду как-то мыться с горемопалом. Все это смывать себя. Я голову хочу помыть. В общем, полезу в ванну. В общем, пока тут сижу, жду, пока маска тут подействует. Пройдет это время. Сижу, заказываю себе линзы. Обычно я заказываю линзы через интернет, через сайт. И мне приводят. Ну, последние несколько месяцев я ходила в оптику Золушка. У нас есть. И это, наверное, самая первая оптика, где я начала когда-то покупать линзы. Там всегда есть мои. У меня просто линзы не минусовые, а плюсовые. То есть, у многих там минус, а у меня именно плюс. То есть, мои линзы редкие и их не во всех оптиках продают. Ну, в общем, к чему это все? Ходила, проверяла зрение. У меня, оказывается, оно улучшается. Это очень круто. Я прям так, знаете, радуюсь. Раньше я носила линзы. Начинала там, по-моему, плюс 5,5. А сейчас у меня там плюс 1 и плюс 1,75 на второй глаз. То есть, видите, насколько разница, насколько у меня тут все улучшилось. И вот где-то месяца три назад ходила к врачу. Там меня перепроверили все. Ну, и мне подобрали линзы с диоптрией плюс 1,75. То есть, четвертинки. На один глаз 1,75 и на второй единица. И вот у меня сейчас проблема. Я нигде не могу найти эти линзы. То есть, я два месяца поносила. Все, сейчас мне нужны эти линзы. 1,75. Я уже обзвонила, наверное, 5 оптик Золушка, которые рядом находятся возле меня. Я уже пролазила весь интернет. Несколько сайтов обзвонила, где раньше заказывала. Нигде нет 1,75. Очень странно, почему тогда подбирают эти линзы, да, назначают их, как вообще, как вот мне сейчас их купить. Это капец для меня какой-то. Вот, не знаю, сижу и просто офигеваю. Поначалу они были, вроде бы сказали, что мне там закажут, но говорят, нет поставок, нет поставщиков, нет. Это зачем тогда назначать людям вот эти вот четвертинки, если нет их на сайтах. В общем, проблема какая-то. Сейчас сижу, не знаю, что мне делать. Мне уже нужны линзы, вот-вот заканчиваются. А я не знаю, что мне делать. Придется, наверное, идти опять в карачу. Опять, чтобы мне делали полностью обследование, смотреть и подбирать. Может быть, перейти не на 1,75, а на полтора. Может быть, уже за эти там несколько месяцев как-то, может быть, уже что-то там улучшилось еще и посмотреть. Потому что 1,75 нигде не могу найти. Вот такая у меня проблема, не знаю. Как у вас с этим дела обстоят, я знаю, что многие носят линзы, пользуются. Но вот, когда подбирают четвертинки, их просто нигде не найти. Капец какой-то. Так что сейчас сижу, думаю, блин, не знаю, что мне делать. Уже везде звонила. Походу, скоро мне нужно будет идти. Даже не скоро, а вот, не знаю, сегодня, завтра на днях пойти к врачу и как-то решать этот вопрос. Так, кажется, сидишь, да, все нормально, нормально. Потом, бац, в один день и накапливается куча проблем. То, блин, с линзами, то, блин, вот с этой ванной, то там еще там с чем-то. Не знаю, за что браться. Блин, я что-то переборщила. Приготовила много картошки с рыбой. Рыбу мы скушали, а картошка, пюре осталось. И вот решила, сегодня сделаю просто мяско. Здесь у меня курица сейчас разморозится. Крылышки замаридую по своему рецепту. И запеку быстренько. Будет у нас вот такой вот ужин. Здесь у меня вино. В такую погоду у меня, блин, часто раскалывается голова. Вино это свое домашнее. Бабушка делает. Я привозила этот раз, когда ездила. Вкусненько. Сладкое, как я люблю. Смотрите, что у нас здесь висит нового. Вот такая вот картина. Как это называется? Боже, вот эта вот бумага сама здесь египетская такая девушка. Повесили здесь на кухне. Давно у нас папирус. Он немножко такой, смотрите, как помятый, порванный. Но мы вставили в рамку. В принципе, смотрится хорошо. И здесь на кухне дополняет. Вот у нас вторая картина. Тоже папирус. Здесь такое дерево. В этой рамочке смотрится отлично. И вот вторую мы недавно с Юркой сделали. Тоже повесили сюда. И рамочка прям вот в цвет. У меня просто было дома. Как раз по размеру это надо. Сейчас вот у нас вот так вот. Сейчас вот листаю Инстаграм. Смотрю свой этот аккаунт, который у меня назывался Тестирую Бай. Здесь я писала о том, что я пробую. Всяких новинках о еде, косметике, бытовой химии. Смотрите, здесь много-много всего у меня было. Полностью переносила фотки со своего личного аккаунта сюда. Думала, буду везти и как-то буду развивать его. Но поняла сейчас, что без денег этого ничего не получается. Про косметику сейчас пишут многие. Кто раньше начинал, тот, кто успел развиться. А тут всего 10 лайков. Подписчиков там 108. Практически нет комментариев. Вон 7. Про Икру писала. Это уже всем какие-то комментарии. В общем, а времени занимает это много. Пока я напишу пост, пока обработаешь фотографию, пока сфоткаешь это, пока приготовишься для того, чтобы снять, подобрать какое-то красивое место, локацию, подобрать свет. В общем, уходит куча-куча времени, а толку никакого. Поэтому я решила как-то, наверное, больше я не буду здесь ни о чем писать. Обо всех пустых баночках я рассказываю сейчас на YouTube. Показываю все здесь, да. А здесь мне уже кажется лишнее. Если что-то такое интересное, то буду иногда там о каком-то уходе, например, да, писать в своем личном инстаграме. Здесь решила, что больше ничего не буду. Смотрите, сколько у меня здесь фоток еще. На фотках, на которые должна была выставить. Про всякие тут порошочки, подавая химия, помадки, всякие крема, спреи. Боже-боже, куча всего. И, наверное, буду все это удалять. Это у меня еще в одном альбоме есть. Представляете, сколько это работы, сколько это времени. Вот эти мои любимые кондиционеры. Красавчики. С гранатиком мне больше всего нравятся. И вот эти порошки. Классные. Тоже хотела про них написать, фоткала. Но я вам пустые баночки показываю здесь на YouTube. Поэтому, наверное, прекращу это. Не хочется мне больше тратить времени, потому что времени уходит много. А толку совсем никакого. Не знаю. Я сейчас занимаюсь другим проектом Instagram. Кто-то звонит нам в дверь. Другим проектом Instagram, который мне приносит больше удовлетворения. У меня лучше и быстрее развивается. Поэтому как-то я сейчас занимаюсь большими. Вот так вот все труды как-то насмаркнули, к сожалению. Но сейчас без денег невозможно продвинуться. Если YouTube еще как-то продвигает видео, как-то можно набрать органически, без каких-то вложений себе аудиторию. Пусть это долго, пусть это тоже затратно. Это нужно вкладывать много сил, много времени. Но в Instagram без денег, без рекламы у блогеров, я не знаю, без настройки таргетированной рекламы абсолютно ничего нельзя добиться. Вот мой аккаунт личный, вот он как стоит там, 1400 с чем-то подписчиков, так вот он и стоит. Есть какие-то отписки, есть какие-то подписки. Поэтому вот, я пробовала и настраивать таргетированную рекламу. И как-то все это тщетно, просто слив бабла, по крайней мере, у меня был и никакого прихода. Поэтому вот, решила, на все все равно мне не хватит, не хочется размениваться. Я и так веду YouTube, два канала. У меня 4 аккаунта в Instagram. Плюс у меня аккаунт в Яндекс.Дзен. Плюс у меня TikTok. И что, у меня еще Telegram тоже стараюсь как-то вести. Поэтому хочется как-то, знаете, все это скомпоновать. И, наверное, немножко ограничить себя в чем-то, чтобы не распыляться. Потому что все равно на все мне не хватит. Не хватит времени, не хватит контента. Где-то будет получаться хорошо, где-то не очень. Поэтому я сейчас решила вот этот проект «Тестирую.Бай» прекратить. Будет моя личная страница. Также я вас жду на своем Telegram-канале. Также я есть в TikTok. Яндекс.Дзен я, бывает, тоже пишу что-то интересное. Чаще всего там просто перепечатываю статьи с Instagram, которые у меня были. Поэтому, кто еще не подписан, подписывайтесь в мой Instagram. Я там всегда публикую интересные скидочки. Скидочки, какие-то походы в магазин, показываю покупки. И все это в таком быстром режиме. Все в реальном времени. Вы сразу можете увидеть, где я была, что купила. И себе быстренько сходить и докупить, если вам это нужно, пока оно есть. И в Telegram у меня есть чат. У меня есть мой личный Telegram-канал, где я публикую для вас разные ссылочки интересные. Например, когда я делаю заказики с китайских сайтов, с Алиэкспресса и там еще где-то. То туда я просто вставляю ссылки, потому что в Instagram этого не вставишь. Поэтому тоже очень полезно. Какую-то информацию я тоже там пишу, там и мои видео. Поэтому тоже заходите. Все ссылочки есть вот тут вот внизу в описании под видео. Раскрывайте инфобокс и все там увидите. Юра, кстати, наконец-то отправился покупать вот эти вот штуки для ванны. Надеюсь, что он сегодня ее сделает. Я тем временем варю здесь рыбный супчик. Уже потом у меня закипает. Сразу сварю бульон. Здесь у меня вот такие вот головы остаются. После горбуши я их не выбрасываю, когда делаю рыбу. А обычно складываю в пакет замораживаю. В общем, здесь, наверное, три головы таких и, наверное, два хвостика. И там вот кусочек, хвостовая часть горбуши, которой я буду использовать мясо для супа. Сейчас сварю бульон. Просто заброшу все сюда, поварю, чтобы был бульон более такой наваристый. А потом уже заброшу все остальное. Можно бросать. Лавровый лиц многие добавляют. Я не добавляю. Лук мне еще надо сюда забросить. Девочки, забыла лук. Сейчас почищу лук и заброшу сюда еще луковицу. Она даст такой ароматик вкусный. Так. И вот. Оп. Целая луковица сюда. Я потом ее выброшу, когда она проварится, отдаст все свои соки, все свои ароматы. Просто я потом выбрасываю и уже буду добавлять морковку. И лук буду мелко резать. Лежит тут, караулит со мной на кухне, да? Компанию мне составляешь, да? Или караулишь, чтобы рыбка не убежала. Да? Молодец. Компаньон мой ведь. Так, бульон мой уже сварился. Я уже достала здесь все хвостики, все головы. И вот кусок рыбы, горбуши там тоже уже лежит. Здесь у меня остался плавать лук. И вот сам такой бульон. Порезала мелко-мелко морковку и лук. Сейчас отправлю сюда вариться минут 10. А потом уже порежу картошечку и добавлю попозже чуть-чуть. Настала очередь картошки. Тоже порезала мелко. Я так больше люблю, когда все мелко. И сейчас буду добавлять к нашему супчику. Посолила, поперчила, добавила свои любимые приправки к супчику. И последний штрих, это же, конечно, рыбка. Когда она слегка подварена, ее очень удобно отделять. Я беру ложечку и все, что могла найти, да? Такого полезного, ценного в хвостах. Остается там чаще всего много мяса. В голове, когда не до конца срезаешь, тоже есть мясо. И вот сам кусок, который у меня был мясной. Хвостовая часть для супчика тоже здесь. Просто ложечка, все аккуратно заскребла. И вот получилось только мяско. Буквально через минут 5-7 добавлю к супчику. И уже будет практически готово. Так, лук я уже достала. Добавила рыбку. Вот так вот у меня получается. Кстати, что-то я переборщила, добавила много картошки. Ну ладно, ничего страшного. Будет такой очень сытный. И остался последний штрих. Я люблю добавлять чуть-чуть молока. Чтобы тогда получается такой более нежный, как сливочный. Можно добавлять, можно не добавлять. На ваш вкус. Вот такой вот становится беленький, светленький. Буквально еще минут 5-7 прокипит это все вместе. И все, вкусный супчик готов. Обязательно попробуйте. Самый простой вариант вкусного супчика с красной рыбки. Получается очень выгодно и недорого. И очень-очень вкусно. Аромат от моего супа стоит на весь дом. И здесь, смотрите, я уже быстренько-быстренько замариновала крылышки. Сейчас буду запекать. Курочка наша отправляется запекаться. Юра тут тем временем пришел. Купил уголки к ванной. Может быть, сегодня начнем. Два. Юра, нам два хватит, да? Да. В общем, почем эти уголки? 7,5 рублей. 2,15 получается, да? Так, и вот такой вот герметик. Один и взял два. Потому что мало ли не хватит. В общем, за всю эту радость 35 рублей вышло. Вот такая вот бюджетная ванночка у нас станет. Герметик стоил. Герметик 20 рублей. 21 почти за два. И вот уголки 15 рублей 38 копеек за два. Вот так вот. Они уже сразу, да? С крючком просто бери и делай. Или еще шприц нужен, Юра? Ну, пистолет нужен. А, пистолет еще нужен. Ну, у нас же есть, да? Да. В общем, еще пистолет нужен. Потому что в прошлый раз мы еще и пистолет покупали. А сейчас у нас есть. Поэтому вот так вот. Не знаю. Надеюсь, все у нас тут получится и будет нормальненько. Еще решила сделать быстренький такой салат. Здесь только пекинская капуста и кукуруза консервированная. Заправила 50 на 50 майонезом и сметанкой. Можно чисто сметаной, можно чисто майонезом. Слегка присолила, поперчила и добавила, по-моему, красную паприку сладкую. Вот. К этому салату еще очень хорошо добавлять вареную колбаску. Получается такой более сытный. Можно огурчик добавить. Я как когда чередую. И можно добавлять, например, еще сухарики. В общем, такой вот быстренький салат у нас будет. Курочка моя, кстати, уже готова. Давайте посмотрим. Так. Надеюсь, ее не перепалила. Нет. Вот она, красотка. Все. Нужно уже выключать. И садиться кушать. Юра еще в магазин сходил. Сейчас будем кушать вместе. Купил тут всякого чипса с сыром захотелось. Чипсы с солью. Одни из моих самых любимых. Гляньте на нее. Куда ты морду свою сунешь? Вот куда? Так. Курму. Твердая, как я люблю. Так. Вижу мандаринки еще здесь. Так. Ой, Деська. Сезон мандарин начинается. Молоко. Отправила его за молоком. Одно. Второе. Это нам сейчас под ужин. Бутылочка. Еще третье, что ли, молоко? Да, три взял. Так, еще одна бутылочка. Две все-таки взяла, говорила. Бери одну. Сок. Морковь. Клубника. Ой, прикольно. И сок здесь сочный. Персик, яблоко. Ой, яблоко, виноград. Два яблочка. И здесь я вижу тесто. Тесто для пиццы. Юр, ну ты скоро? То, что я уже все, хочу кушать. Давай быстрее. Наконец-то садимся. Нам приятного аппетита. На коне телевизор играет, концерт какой-то идет. В общем, атмосферненько, да? Все, прям кушать хочется. Ты хочешь кушать? Угу. Мы как-то за день ничего не видели. У нас первый прием пищи. Утром и все как-то. И в этом что-то у нас не получается нормально как-то компоновать, все сделать. В общем, приятного аппетита. Смотрите, какой у меня чай есть. Мне как-то дарили, его привозили из Турции. Это микс. Здесь всякие сушеные корочки. Мне такое ощущение. Яблоко, вот апельсин, лимон, гранат. Вот так вот выглядит турецкий. Микс будем сейчас, в общем, пробовать. Я думаю, что это будет безумно вкусно. Блин, как это круто пахнет. Прям таким вкусным, натуральным корочками разными. Таким немножко пряным ароматом. Сейчас чайник закипит и буду пить чаечек. Вот эти блин конфеты, помните, показывала из фикса. Такие типа натуральные, сахарные, с клубникой. Вот они когда стоят долго, после открытия, их нужно буквально за три дня съесть. Они когда долго стоят, становятся такими прям твердыми, жесткими. Я вот положила их сюда, и они у нас вместо сахара. В общем, так вот растворяются. Сейчас вот в чаёб бросила Юрия, он у нас сахаром пьёт. Вот оно. Прям такие пузырьки пускает, растворяется. Получается очень вкусно. В принципе, на вкус так же, как и сахар, ничего не чувствуется лишнего. Так что вот применение. У меня почему-то получился более розовый, у Юры более такой бледный. Как-то больше попалось каких-то красных ягод или что. В общем, сейчас настаивается. Даже не знаю, сколько его сыпать нужно. Будем пробовать скоро. В общем, чаёк этот чем-то похож на каркаде и с разными тут корочками. Не знаю, без сахара он как будто бы какой-то безвкусный, пряный. Безвкусный. Хочется как-то поцеладить и не знаю, может быть, мёда добавить. Так, конечно, очень интересный. И мне кажется, для такой поры, как сейчас, в холода, да, в зиму, такой согревающий. В общем, чаёк на зимнее время. Так, начался процесс, в общем, здесь Юра решил приступить. Покушал, набрался сил, да? И решил. Ты сегодня наделаешь? Она должна делать, чтобы подсохла? В общем, здесь, конечно, капец. Что, сейчас-то придётся всё убирать, зачищать, зачищать и клеить. Ого, сильно так это... В общем, как я говорила, хотела уже давно поменять. Говорю, что чёрное, чёрное. И вот, прям подтекает, кстати, с трёх сторон. Вот с того угла Юра подтекает, вот здесь где-то подтекало и вот тут прям. Вот, вот тут только подтекало. И по низу туда стекло. И отсюда текло. Вот, вот эта дырка, видишь? А чего тут дырка? Так везде дырки получается тогда. А почему тут дырка? Не хватило силикона тогда или нет? Подожди, это просто так вот внизу. Да? В общем, отработки у кого-то на сегодняшний вечер хватает. Смотрите, кто здесь. Наказано. Наказано за плохое поведение. Сидит на балконе на улице, мёрзнет. Что ты? Будешь всё так ещё вести? Выходи давай. Это лайф. Кайф. Ааа. Класс. Мурашечка. Кто тут сзади? Ааа. Как круто. Кто там, где она? Тысюна. Юра, в общем, отрабатывает то, что сегодня ванну мне не сделает. Пошёл. А забыл купить кое-что ещё необходимое. Шпателёк. Шпателёк. Что тебе ещё надо было? М? И ещё, наверное, наждачку, чтобы это зачистить. Оказывается, дома нет. Всё уже не действует. Так что, разгромил только. Всё, Юра, волосы мне не запутать. Юра! Сейчас как забираю обратно. Разгромил мне только всё. Повыдирал. Нормально. Не говоришь, что тебе не надо. Да супер. Вот, сейчас здесь как всё. Вот, нужно всё это, в общем, зачищать. Но, казалось, нечем. Так что откладывается у нас до следующего дня. Нужно будет купить и потом всё доделать. Вот наш день сурка подошёл к концу. Сижу здесь в темноте. Поставила видосик на монтаж. Будет монтироваться целую ночь. Видео большое, поэтому, не знаю, к утру, наверное, должно быть уже готово. И я сейчас тоже лягу, полежу, посмотрю ютубчик, как всегда, почитаю комментарии. И буду потиху засыпать. Поэтому буду с вами плещаться. Всем спокойной ночи. Пока-пока.